В день ВДВ у десантников много традиций. Одна из самых популярных – купание в фонтанах. Но в последние годы голубым беретом этого сделать не дают. Городские чаши осушили. Расстроились, жарко сегодня. Ну мы еще на озеро поедем, потому что нормально. Вот откуда, вы не знаете, появилась вообще традиция в фонтанах купаться? Потому что это август, это жара. По крайней мере, если нет рядом водоема, то можно в фонтане как-то освежиться. Вот из-за этого, наверное. На самом оживленном месте, возле центральных фонтанов, сегодня немноголюдно. То ли из-за жары горожане не гуляют, то ли расстроены, что опустили искусственные водоемы. К тому, что 2 августа их отключают, уссурийцы относятся по-разному. Потехи без опасности, наверное, надо выключать фонтаны в эти дни. Может кто залезет, может кто током, может, убьет. Тогда не будут лазить. Отрицательно. Почему? Ну, потому что фонтаны, традиция уже. ВДВ-шники каждый год там купаются, а в этом году не купаются. Это уже как-то, по-моему, печально получается. А кого вы мечтаете? А мне без разницы, где нет. Можно в другом каком-нибудь фонтане им покупаться. Единственный фонтан работает возле кинотеатра, но там никто купаться не спешит. Зато весь день по улицам Уссурийска рассекают автомобили с флагами ВДВ и главным девизом – никто, кроме нас. Почему именно ВДВ? Ну, если честно, как бы я не выбирал. Забрали туда по срочке, срочку отслужил. Дальше по контракту остался. Ну, не жалуюсь, честно, все хорошо. Род войск отличный. Как бы все уважают, я смотрю, все молодцы. Как сами видите, вот все ездят с флагами. Отвечают лучше, чем Новый год. Убедившись, что в центре города искупаться негде, десантники отправились на другие водоемы. Но это уже совсем другая история. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.